13.06. Кира, начинается программа «Особое мнение». У микрофона работает Светлана Занько, а свое «Особое мнение» высказывает бизнесмен и экс-депутат областного законодательного собрания Дмитрий Русских. Дима, добрый день. Светлана, добрый день. И всем слушателям тоже хорошего дня. Вот только что в нашем эфире был губернатор Кировской области Игорь Васильев и его первый зам Александр Чурин. И первый вопрос, который мы задавали представителям власти, пришедшим в нашу студию, и это был вопрос об административной реформе в региональной власти. Буквально сегодня заседание ОЗС, сегодня... Завтра, сегодня комитет. Да, сегодня комитет, и завтра заседание областного законодательного собрания, куда будет внесено это предложение об изменении в законодательстве, о разделении властей, хотя губернатор сказал, что это не разделение властей, это такие настройки, направленные на эффективное управление. И Игорь Владимирович пояснил, что должность председателя правительства очень важна. Человек должен заниматься конкретно исполнением нацпроектов и больших госпрограмм. И поэтому он считает, что таким образом будет сформировано настоящее правительство Кировской области. А что касается должности вице-губернатора, и тут важно отметить эту должность, потому что, например, Владимир Костин, представитель ЛДПР, вице-спикер ОЗС, который здесь был, он сказал, что ЛДПР, по-моему, в составе будет голосовать против введения должности вице-губернатора, то Игорь Владимирович сказал, что и сейчас есть как бы вице-губернатор, вот его первый зам, потом следующий зам, в его отсутствии, чтобы кто-то исполнял король губернатора, когда, собственно, самого губернатора нет на месте в Кировской области. Ну, мы начинали обсуждать эту административную реформу еще до Нового года, и тогда никакой определенности не было. Но вот завтра она наступит. Первый вопрос. Как ты считаешь, поддержит ли депутату ОЗС предложение правительства и губернатора? Ну, по-другому сегодняшняя дума не может поступить. Мы с вами четко понимаем, что самая большая фракция Единой России, конечно, поддержит. Они, я думаю, что будут завтра рассказывать, что они всю жизнь об этом мечтали, что это, на самом деле, как бы прекрасная история, что, в общем-то, это очень хорошо, и это очень положительно повлияет вообще на всю жизнь правительства Кировской области и на более эффективную работу губернатора в Москве. Ты как-то саркастично об этом говоришь, что плохого введения этой должности ты видишь. Я вообще, на самом деле, как бы сложно нам сказать. Я, может быть, скажу такие вещи, не знаю, в радость или в горе, но, на самом деле, для нас с вами, для жителей Кировской области, для всех, это вообще, в общем-то, не имеет никакого значения. И в данном случае это такой, как бы, внутренний размен, какая-то новая структура создается для того, чтобы, как написало заключение общественной палаты, как прокомментировали свои положительные решения, что тем самым они разгрузят очень тяжелый процесс работы губернатора Кировской области, потому что он, как бы, практически сегодня не спит и не ест, и в данном случае нагрузка очень большая. А здесь он полностью может сконцентрироваться на работе в городе Москве с федеральными структурами и с инвесторами, которые должны буквально после принятия такого большого решения табунами поехать в Кировскую область. То я просто хочу сказать, что, на самом деле, для нас это ничего не меняет. Значит, я не думаю, что мы завтра это ощутим, и даже, я думаю, ближайшие 2-3 года мы никак это не ощутим, может, даже 5 лет. Но хочу сказать, что мы, как бы, жили очень большой период времени, даже в Новой России, с 1991 года, и жили по той системе, когда у нас был сначала губернатор, значит, потом представитель правительства-губернатор. И, по-моему, синий память не изменяет. Об этом я помню, постоянно шли разговоры, и об этом мечтал губернатор Николай Иванович Шаклеин, значит, создать такую же структуру, чтобы представитель правительства, чтобы снять с себя лишнюю ненужную работу. И Белых рассматривал. И Белых такую же точную историю рассматривал. Но они не ввели это, потому что... А, потому что на тот момент им не дали это сделать. По одной простой причине, тогда, насколько я помню, значит, была жёсткая позиция Полпреда Бабича, значит, и администрации президента. И понятно, что, как бы, понимая всю подноготную, которая началась ещё в 2004-2005 году с Николая Ивановича, когда они об этом думали, и потом при Никите Юрьевича Белых, значит, основная задача была, как бы, разделить исполнительную власть в лице представителя правительства и ту часть, которая вложилась представительская, на губернатора. Ну, и не секрет, что Никита Юрьевич тоже мечтал об этом для того, чтобы как можно меньше находиться на территории Кировской области, а больше находиться в городе Москве. То есть каждый губернатор желает находиться не в Кировской области, а за её пределами? Ну, потому что... С твоих слов. Ну, с моих слов я понимаю только это так. По одной простой причине, потому что... Почему у тебя нет доверия? Ведь, в принципе, в логику всё укладывается. Действительно, есть председатель правительства. Если есть рабочее правительство и рабочий председатель... Тогда получается два года на сегодняшний момент. У нас в Кирове не было рабочего правительства. Два года, потому что мы работали по старой схеме. И точно так же не было его ни при губернаторе Шаклеяне, при губернаторе Сергея Янкове и при губернаторе Белых. Они все были нерабочими. Всё-таки определись с опасностями, которые ты видишь, поскольку негативно достаточно высказываешься по этому предложению. Какие здесь есть опасности, с твоей точки зрения, если будет ледяна должность председателя правительства? Ну, для меня нет никакой опасности, потому что на меня это никак не проявляет, так и как на 99% жителей Кировской области. Просто я не совсем понимаю, для чего сегодня при тех проблемах, которые существуют в Кировской области, создавать дополнительные структуры, которые, в общем-то, сегодня не только создают председателя правительства Кировской области, а ещё создаётся вице-губернатор. Это, знаете, как похожая история, там, вице-президент раньше был. И третье. У председателя правительства ещё возникает там должность первого зама. То мы там точно понимаем, что создаются новые госдолжности, которые по уровню становятся гораздо выше, чем замгубернатора Кировской области. И когда нам пишут о том же в документах, что это не потребует там никаких дополнительных бюджетных средств, ну, мне кажется, что это не совсем так, как есть. Ты думаешь, что зарплаты будут выше? А тут написано же в документах, что председатель правительства будет иметь 95% от зарплаты губернатора и первый заместитель председателя правительства 90%. То сегодня у них пропорция другая совершенно. У нас сегодня всё привязано к зарплате или отладу губернатора Кировской области, так же, как председатель ЗАГС Собрания. То мы сегодня понимаем, что если сегодня... Сейчас на память скажу, что я думаю, что где-то примерно 2 миллиона 400 тысяч по году у них, оклад годовой. У кого у них? У председателя ЗАГС Собрания и равная губернатору Кировской области. 2 миллиона 400 тысяч. Наконец-то мы узнали зарплаты руководителей ЗАГС Собрания. То вот председатель правительства и первый заместитель, и вице-губернатора, они тоже будут привязаны к этой зарплате. Так что тут процент это написано, вот на бумажке же написано, 95% это председатель правительства от отклада и 90% это первый заместитель председателя правительства. То в данном случае мы в области получаем еще одну высокую должность, это председатель правительства, потому что в принципе у нас становится второй должностью на территории, я думаю, что это становится выше председателя ЗАГС Собрания. Ну, судя по тому, как у нас сегодня какую позицию занимает ЗАГС Собрания, ее председатель, то в данном случае, конечно, это как бы все равно однозначно рано или поздно приведет к дополнительным бюджетным средствам. Тут по-другому не может быть. Еще один момент, ты против введения любых вот таких налогов? Свет, я, знаешь, я за все то, что бы приносило пользу. Если это будет приносить пользу, значит это будет прекрасно. Но я сегодня не вижу, почему в других областях как бы не происходят такие изменения, и в общем-то эти области живут, и все там происходит, и все работает. Здесь я вижу, что разделяются функции исполнительного власти и представительский. Губернатор остается как представитель, и как сказала же эта же общественная палата, что у него будет больше возможности работать в Москве. Значит, хотя мне кажется, что у нас в Москве работают уже и с инвесторами, и с правительством Российской Федерации. Это два члена Совета Федерации, два, сколько там, у нас три или четыре депутата Государственной Думы и представительство Кировской области, правительство Российской Федерации. То, видимо, они так плохо работают, что надо еще туда же отправить еще губернатора, для того, чтобы еще все лучше наладить. То, мне кажется, это такая постоянно присутствующая аргументация, которая, в общем-то, выглядит вообще для меня очень смешной. Ну, еще один вопрос после перерыва разберем. Я вот просто тут посчитала, поделила 2 миллиона 400 на 12 месяцев. Ну, 200 тысяч, да. Да, 200 тысяч месяц. Ну, это с налогами, да. Он прямо получает первые лица, да? Ну, да, это он специалист в аксабрании губернатора. Прервемся на полминуты, и дальше хотелось бы обсудить персонали, потому что вот тот же Костин, о котором я уже говорила, сказал, что не обязательно на УЗСе спросит губернатора, кого он имеет в виду, когда вводят эти должности, и что они будут, если председателем правительства станет Чурин, они будут голосовать за, а если будет предложена кандидатура господина Курдюмова, то будет против. Вот обсудим еще вот эти вот вещи. Интересные такие подачи. Да, да. Почему-то разбирают не саму структуру, а вот конкретных людей. Ну, потому что мы сегодня понимаем, что это все делается под конкретных людей, а не под структуру. Вот поговорим об этом после перерыва. Это действительно программа «Особое мнение». У микрофона сегодня работает Светлана Занькова. Своё особое мнение высказывает бизнесмены, депутат законодательного собрания Кировской области, Дмитрий Русских. Запись этой программы и видеозапись, и аудиозапись сегодня вечером, ближе к 8 появится на сайте эхакиров.ру. Вы сможете послушать, завтра еще и почитать, и прокомментировать. А пока мы продолжаем разговор и обратимся к мусорной реформе и к итогам митинга 17 февраля. Нет, мы с тобой хотели сейчас разобрать еще заявление. Я бегу вперед, вернемся. Хорошо, мы вернемся к административной реформе и под кого она делается, как ты сказал. Понятно, под кого вводятся должности, ты сказал. А я до эфира... По-моему, это понятно уже всем, потому что первая информация во всех СМИ, которая происходила, она началась еще 3-4 месяца назад, и все фамилии были, в принципе, озвучены. И, в общем-то, я так понимаю, что... Там звучала только одна фамилия. Ну, значит, она одна. Звучала фамилия Александра Чурина, и говорили, что Александр Анатольевич может занять должность председателя правительства Кировского государства. Но сейчас звучит вторая фамилия, я ее упомянула, потому что Владимир Костин, лице-спикер законодательного собрания, заявил здесь, в этой студии, что определенно есть позиция ОЛДПР, и они считают, что если на должность председателя правительства будет предложен Дмитрий Курдюмов, и они завтра спрашивают об этом, будут губернатора, то они будут голосовать против. Вот все-таки я не очень понимаю, что это такое. Это реальная оценка деятельности двух чиновников, или это уже какие-то личные... Ну, я думаю, что тут уже идут такие политические игры, потому что... Политические все-таки? Конечно, конечно. Ну, тут нет экономики вообще ни грамм. Значит, здесь все одна политика, и там такой местособочек, и когда люди разбираются там внутри, мы же уже обсуждали, что для нас с вами ничего не поменяется. Для жителей Кировского государства ничего не поменяется. Ребята, все останется как есть, не надо иллюзий строить. Значит, это вот просто скучно на территории, да, и вот постоянно что-то придумывать, чтобы повеселее было. Ну, им же скучно тут работать, всем скучно, ребят, как понять не можем. Значит, и главный вопрос вообще заключается в том, что на самом деле, если вот перевести это в нормальное русло, ну, на самом деле, представитель правительства, на мой взгляд, если даже эта должность будет, я считаю, что это очень большая ответственность. Это люди должны быть с определенным большим опытом, с каким-то важным экономическим, профессиональным подходом. Те люди, которые имеют определенные человеческие качества, очень хорошие. Потому что фактически на этого человека, кто будет, я не знаю, председателем правительстве, я только могу догадываться, да, ложится жизнь миллион триста тысяч людей, которые проживают на территории Кировской области. Это не игра в какие-то игры. Губернатор сегодня, Дина и сказал, что не будет никаких внешних привлеченных специалистов. Это все будут люди, которые уже сейчас трудятся, трудятся в правительстве, в администрации региона. Кого ты видишь среди тех людей, которые сейчас уже работают, кто соответствует качеству названных? Я тебе мысли донесу, да, то, наверное, было бы хорошо, если бы такой пример появился, должен специалист правительства, то, конечно, было бы хорошо, что если бы этот вопрос решался, к примеру, если мы говорим, что у нас есть депутатский корпус законодательного собрания, то это обсуждалось на законодательном салоне. Они будут утверждать? Подождите, утверждать, значит, там есть, но, до сих пор не ясно, как они будут это утверждать. Я бы обязательно внес предложение о том, что это была бы не одна кандидатура. Чтобы можно было выбирать, можно было предлагать фракциям, любым, своей кандидатурой на эту должность, к примеру, я тебе говорю, и обязательно должно быть тайное голосование. То в этом варианте, конечно, было бы интересный вопрос. Но мы сегодня понимаем, какая у нас структура, как у нас голосуют, то, что бы ни сказала сегодня фракция ЛДПР, за кого она будет или не будет, от этого ничего не зависит. За кого проголосует самая большая фракция в законодательном собрании Единой России, тот и будет. И я не думаю, что там будет два или три кандидата. Там, вернее всего, что будет один кандидат, и все ровными рядами за него проголосуют, потому что это будет предложение губернатора. И, вернее всего, что как бы это и как раз и заключается в том, что мы сегодня, с одной стороны, население выбирает губернатора, председателя правительства, как было там, да, а он уже перераспределяет свои функции в сторону совершенно людей, за которых люди не голосовали, они не знали. Это нормально, мне кажется, для руководителя делегировать достойным своим сотрудникам. Мы будем только очень рады, что если это будет, вот именно то, что ты сказала, будет именно достойно, и на самом деле это приведет к какой-то новый формат развития социально-экономической в Кировской области. Но я тебе хочу сказать, что на самом деле период-то очень тяжелый у нас в области складываться, да, все нарастает снежным комом, и мы сегодня понимаем, что три основные проблемы сегодня есть в Кировской области, которые придется, не знаю, кому решать, к губернатору и председателю правительства, это понятно, что ТБО, которое сегодня мы все об этом говорили. Сейчас перейдем к этому вопросу. Да, второе, это обманутые дольщики. Я думаю, что мы в ближайшие там периоды... С этим вопросом вообще непонятно, как разговаривать. Нет, а никто им на самом деле не занимается, потому что все официально говорят, что у нас примерно их полторы тысячи, неофициально говорят три тысячи, но мне кажется, что к весне у нас не будем рекламировать или говорить о каких-то компаниях, что минимум две компании, довольно-таки очень крупные, вернее, все же, войдут в стадию банкротства, то это еще придаст определенную волну обманутых дольщиков, обвал рынка строительного, то однозначно это скажется и на других строительных компаниях, которые будут работать на этом рынке. И третий вопрос, это жилищно-коммунальное хозяйство, которое вообще сегодня считается закрытой темой и практически с ней никто не занимается. То, кто бы сегодня не был во главе правительства или там области, то эти проблемы, которые на самом деле очень глобальны, и они очень тяжелые, и они очень трудные. Три, они выходят на первое место и им надо будет решать. Потому что то, что сегодня в посланиях озвучил президент Российской Федерации, это то, что я, по крайней мере, слышал, и то, что мне, по крайней мере, это борьба с бедностью. Да, уже сегодня мы говорим о том, что население беднеет, нищает, и в данном случае то, что происходит, и то, что вводятся новые налоги, новые поборы с населением, это как раз противоречит посланию президента, потому что в данном случае сегодня пытаются последние деньги собрать с этого несчастного и бедного населения. Дмитрий Русских, его особое мнение мы сегодня слушаем. Вот сейчас как раз к мусору и перейдем, к вопросам, связанным с твердыми бытовыми отходами. 17 февраля состоялся митинг, по разным оценкам от тысячи до полутора тысяч человек на него пришли. В местный гайд-парк в сквер борцов революции была написана резолюция. Эта резолюция была направлена губернатору Кировской области Игорю Васильеву. И в минувший понедельник Игорь Владимирович встретился с представителями организаторов этого митинга. Я туда тоже пришла, хоть я и не была на митинге, и не была организатором, но поскольку вхожу в общественную палату в Комитет по экологии и в Наблюдательный совет при куплите, который непонятно теперь при ком будет, то ли при муниципалитете, то ли при куплите, то ли при области. Я попросила, чтобы меня включили в эту группу, потому что никогда бывает... Потому что в качестве прессы не смогла бы задать вопрос, потому что пресса только наблюдала. Это была встреча... К сожалению. Это была встреча, да, это была встреча организаторов митинга с руководством. После этого Валерий Семенищев, главный зачинщик этого митинга, главный организатор, написал такую большую достаточно... Информацию. Да, большой такой лист, состоящий из семи пунктов по итогам вот этой встречи. И сказал, что к его удивлению, несмотря на то, что готовились к сложному разговору, к его удивлению получился диалог. Среди важного он отметил, что договорились о диалоге. Потом в течение недели группа организаторов готовит предложение, и он попросил включить еще жителей различных и своих проверенных активистов вот в этот наблюдательный совет прикруприте. Вопрос раздельного сбора мусора будем продвигать. Пишет он, решение этого вопроса позволит переходить к оплате по факту. Для этого не нужно ждать решения Москвы. Пишет он, это, кстати, противоречит тому, что было сказано в итоге на встрече министром ЖКХ господином Резькиным. Это не противоречит подержанному закону? Да, в этом про общественный совет я уже сказала, и отдельно отуказано будет заседание на уровне областного правительства по вопросу, не вычитан многим управляющим компаниям области, стоимости вывода за мусор и прочее, прочее, прочее. Ну, ты прочитал, ты видел. Скажи, пожалуйста, вот у меня два вопроса здесь интересуют. Во-первых, правильно ли этот процесс развивается? Вроде бы уличная активность приобрела какие-то цивилизованные такие очертания и народ стал выходить на улицу, потому что предыдущий митинг собрал 150 человек, здесь полторы тысячи, почти в 10 раз больше. Во-вторых, сразу отреагировали власти и призвали и призвали организаторов для беседы, договорившись о ведении дальнейшего диалога. Что может последовать за этим, действительно? Работа в рамках вот этого какого-то общественного наблюдательного совета, который мы не знаем теперь, при ком он будет. Стоит ли по-прежнему выходить на митинги и добиваться через митинги удовлетворения тех требований, которые заявлялись изначально? Вот выбор здесь, что очень важно отметить? Работать в рамках совета и встреч уже в правительстве или все-таки выходить на улицу митинговать? Ну, однозначно, что если мы возьмем практику вообще мировую, то, конечно, лучший диалог это через митинги. И когда приходит не тысяча человек, а десять тысяч, совершенно другая постановка вопроса, совершенно другая реакция о власти, тем более мы понимаем, что сегодняшняя российская власть и любая региональная, она реагирует только на количество людей. Значит, если было 150 человек, это все пропустили, полторы тысячи, ну, пригласили поговорить. Ну, мне кажется, что больше усыпить, что в данном случае диалог есть. на самом деле хочу сказать, что вообще то, что происходит, это вообще уникальная вещь. Потому что если мы там разберем по пунктам, для чего это делается, я на самом деле не могу ответить для чего. Так как у нас сегодня, ладно, мы уже говорили о борьбе с бедностью, то, что сказал президент, то у нас какая-то другая политика в регионе, у нас наоборот стараются как можно больше людей сделать бедными. Объясню, почему. Потому что почему-то кто-то решил, что в городе Кирове и в городе Кирове-Чапевске живут очень богатые люди, которые могут платить за это ТБУ не с человека, а с квадратного метра. Значит, при всем при этом я хочу сказать, что самые богатые города Российской Федерации, Москва и Санкт-Петербург, вообще не платят сегодня за ТБУ. А у них отложили на 4 года. У нас почему-то в городе не просто вели с человека, а вели именно с квадратного метра. Видимо, у нас все-таки какой-то другой подход к тем людям, которые, в общем-то, должны жить, как сказал президент, качественно, достойно и счастливо. При этом мы с вами точно понимаем, что ситуация никак не меняется по ТБУ. Значит, как были полные заваленные мусором бачки, они так и стоят. Да нет. Я вот вижу лично на рэперных точках, в котором я езжу, что чистые площадки и непереполненные... Люди, очень получив в феврале квитанции, очень возмущены теми цифрами, которые там нарисованы. Вот они вышли. Мой вопрос был конкретный. Вот они вышли. Вышло почти полторы тысячи человек. Что такое на полмиллиона город полторы тысячи? Я тебе просто хочу попросить вернуться к моему вопросу. Как ты считаешь, вот то, что организаторы митинга вошли сейчас в общественный совет и договорились с губернатором о встречах, это хорошо или плохо? Есть ли опасность в том, что уличная активность таким образом сведут на нет или это цивилизованный путь? И так вот и должно быть. Никаких... Свет, никто не может так же, как стоимость допустим, нефти или доллара регулировать. Это все придуманные истории. И протестное настроение на улице тоже не может никто регулировать. Даже если будем каждый день встречаться они, и никто не знает, сколько там при какой-то другой ситуации соберется на этот же митинг какой-то связанный еще с какой-то более худшей ситуацией, которая складывается экономическое или социальное. Сегодня это полторы тысячи, завтра может пятнадцать тысячи, а послезавтра это может пятьдесят тысячи. То есть вот такими методами, как переговоры в правительстве... А не надо ничего переговаривать. Люди хотят понять, почему в городе платят с квадратного метра, а в районах области платят с одного человека. При всем при этом это несправедливая полностью история, потому что в одной области есть две формы оплаты. И я не понимаю, почему кировчане должны или череповчане платить совершенно по другому тарифу, чем другая часть Кировской области. При всем при этом я-то понимаю почему. Потому что все четко понимают, что деньги нужны той компании, которая этим сегодня занимается. Понятно, что районы области и так сегодня с учетом капремонта и больших питанций ЖКХ покупательская способность и платежная очень низкая, она падает. То понятно, что вся нагрузка ложится, с кого можно еще что-то подсобирать, это жители города Кирова, Кирова и Чепенск. Здесь логика вообще понятна. Просто считаю, что в городе будут больше платить. Потому что тут люди побогаче. Прижаемся на полторы минуты. Это особое мнение Дмитрия Русских и про вот те самые компании, которые там обслуживают сейчас рынок ТБО и те, которые зайдут или не зайдут, поговорим чуть позже. Продолжаем разговор в программе особое мнение Дмитрия Русских. Бизнесмен, экс-депутат законодательного собрания Кировской области. У микрофона работает Светлана Занько на этом же совещании с организаторами митинга 17-го числа. Министр энергетики ЖКХ Игорь Реткин сказал, никто не хочет инвестировать в эту отрасль. Он имеет в виду переработку мусора, сортировку, переработку. Я тебя, знаешь, поправлю. Во всем мире это считается очень перспективно. Не, подожди, дай я процитирую Реткина и ты его будешь поправлять, если надо. Потому что территория здесь большая, она мало населена, все коммерсанты любят быстро деньги зарабатывать, а здесь быстрых денег нет. Это деньги долгие и длинные, чтобы заработать. Здесь надо 10 лет предпринимателей, потому что они хотят быстрые деньги. Я хочу сказать, что кто не знает, уже предпринимательская среда уже давно быстрые деньги не зарабатывает и все инвестпроекты и вообще окупаемость она уже рассчитывается на 7-10 лет практически во всех бизнесах. При всем при этом я хочу сказать, что быстрые деньги наверное только заработают те предприниматели, которые непосредственно сидят на бюджетах, на федеральных или на региональных или на муниципальных. Все остальное это все как бы длинный путь и все предприниматели к этому готовы. На самом деле этот бизнес, который в общем-то во всем мире считается одним из рентабельных и прибыльных, потому что мусор это всегда, переработка это всегда, и в общем-то это такая очень интересная картина, особенно для среднего бизнеса, потому что на самом деле малый бизнес с этим не справится, так как само оборудование и сама вот эта вся организация формы переработки, она очень такая дорогоемкая как бы предприятие получается, то в данном случае нет, я думаю, что если бы это все было по-честному, это было бы в открытую, наверное, желающих было бы не так мало, как нам кажется, но мы с вами уже об этом обсуждали как-то месяца два назад, что вообще вся эта программа на федеральном уровне сразу была под кого-то подстроена на федеральном уровне, потом это все ушло на подстройку в региональном, то в данном случае, когда об этом только говорили, уже все были понятны, кто этим будет заниматься и кто за это будет отвечать, то, к сожалению, наверное, мы не получили то, что мы должны были получить. Правильно я понимаю, что ты говоришь, что никаких предпринимателей, инвесторов, ни внутренних, ни внешних, сейчас в эту отрасль не пустят? Я думаю, что да. Ну, практика показывает сам. Почему так министр энергетики ЖКХ Игорь Рецкин говорит, что никто не хочет инвестировать? Ну, то, что говорит министр, это как бы его личная точка зрения. Видимо, до него документы не дошли, они, видимо, где-то закрутились на раной стадии. Еще один вопрос, который хочется мне тебе задать, как бизнесмен. Почему на темы по строительству мусоросортировочных заводов, мусороперерабатывающих заводов, на темы инвестиций, отбивки средств, организации рабочих мест рассуждают и встречаются и на пресс-конференциях, и на разных встречах министр энергетики ЖКХ и министр экологии? Почему не про бизнес? Почему не те, кто связан с экономикой? Вообще, вообще никто из правительства, кто связан с этими телами, никак не комментирует. И вот на этой же встрече было предложено встретиться с предпринимателем. Вот Рецкин заявляет, что никто не хочет. А у нас есть другое письмо, которое я зачитала на этой встрече. Что хотят вложить 1,6 миллиарда. Именно для переработки. Именно, да, для переработки. А не то, что сегодня нам предлагают, просто складывать на 9 площадках. В разных вариантах. Готовы ГЧП, готовы ТОСИ, 5-10. Мы озвучили и название компании, и людей, и так далее. И предложили встретиться с бизнесом и обсудить, кто готов, что сделать, чтобы не только федеральные деньги ждать через год, через два, через три, а прямо сейчас, как в Чебоксарах люди сразу видят, вот есть сортировка. Игорь Леткин сказал, Геря Юрьевич сказал, что вот надо дождаться, когда Алла Викторовна выйдет, Албегова министр экологии выйдет, с больничного вместе встретимся. Я не понимаю, объясни мне, как бизнесмен, почему министр экологии и министр ЖКХ бизнесовые вопросы обсуждают. У них есть задача. Они те схему отрисовали, задачи какие-то показатели поставлены, а дальше какие будут использоваться финансовые инструменты или бизнес-процессы, разве это их профиль. Свет, вопрос, понял, а обратно возвращаемся. Вообще, на самом деле, во всем цивилизованном мире, вообще вся эта вещь, это лежит на стороне бизнеса. Этим занимается бизнес. Значит, власть только это контролирует, потому что основная задача всех министров, которые это назвали, для того, чтобы у нас была чистая экология, чтобы у нас работала переработка, и чтобы у нас, как в Подмосковье, не случился тот кризис, который сложился в связи с тем, что никогда за последний, там, большой период времени ничего не перерабатывается, все это складируется, и по концовке это приводит к той катастрофе, которая существует в Подмосковье. Когда дети задыхаются, когда идут страшные запахи. У нас далеко ходить не надо, у нас старая свалка, которая работает в Костино, уже по ним есть нарекания, и люди уже жалуются о том, что она закрыта должна была быть еще в 2000 году. Она до сих пор еще сегодня существует и работает. Насколько бы нам было сказано, деньги на рекультивацию уже выделяют федеральные. В процессе того, что мы 16 лет или там 17 лет. Мы не понимаем, что там будет. Да, мы ни то не понимаем. Будет ли как Лжевские горнолыжные курорты? Не будет горнолыжного курорта, но, по крайней мере, какие-то газы уже вредные, она уже 100% выделяет. То вот задача-то власти, чтобы не допустить вот этого. А то, что как-то это будет все делаться и как это будет производиться, это, конечно, работа бизнеса. Еще Рецкин сказал, что бизнес складывается в регионы только в мусорные полигоны, которых, кстати, больше пяти штук еще должно быть построено. Объясни мне, для меня реформа, поскольку там на самом верху, так говорит Путин, не строительство полигонов заключается, а как раз в их сокращении. Ну, потому что это основная задача. Мы сегодня посмотрим там страну Швеция, которая сегодня переработала весь мусор и сейчас начинает мусор возить для переработки соседних территорий. Вот вам результат. То, конечно, основная и главная задача не строить полигоны, а создавать перерабатывающие заводы, которые бы сократили количество полигонов, которые нарушают экологию и вредят здоровью человека. Почему так боятся частных денег? Почему все время говорят, что давайте пройдем за федеральным светом? Ну, тут все очень просто. Не частных денег боятся, а просто есть понимание, кто должен этим заниматься. Конкретные люди? Конкретные люди, конкретные организации. И тут мы можем ходить там кругами, около и всяко раз обсуждать эту тему, она бессмысленна. Ну, вот, кстати говоря, и губернатор, и министр ЖКХ говорили, что это открытый конкурс, все конкурсные процедуры, они вот есть. Потому что всегда все проходит через конкурсные, так же, как и кормление Росгвардии и всего прочего. Ну, мы с тобой же все это прекрасно понимаем. Я вам хочу сказать одну важную вещь. Сегодня, пока мы ничего не перерабатываем, а только с нас собирают деньги, и это как раз по наказу президента о том, что население не должно быть нищим, значит, я хочу сказать, что у нас практика есть капитальный ремонт. Вот вам эта первая история, которая была, когда с населения начали сдирать деньги, непонятно за что, не оказав услугу, они собирают деньги. Так вот, результат последнего отчета я смотрел. Собрали за 5 лет 4,7 миллиардов, 2,2 миллиарда лежит на счетах, в банках. И проценты. И проценты. Вы начали, зачем эти деньги собрали, они последние деньги уже несут? Точно такая же история сегодня с ТБО. Точно такая же ситуация у нас по ЖКХ. Люди платили по 1,12. Вся Москва платит по 1,12. У нас кто-то придумал с того года ввести по факту оплаты тепло. Люди уже не знают, как это все платить. И вот эти все нагрузки, которые мы даже 3 сейчас обсуждали, они были приняты на местном уровне. Это не Москва нам приехала и сказала, давайте-ка, ребята, вы водите все это. Это местные депутаты, законодательное собрание, правительство Кировской области приняли те вещи, которые сегодня ведут к обнищанию населения, при этом не получая ни одной услуги, которая там прописана. Вам пример капремонт. Я всегда говорил, что сегодня у них сдвинуты все нормативы и план сдачи объектов выполняется на 40-50%. То если программа была рассчитана на 30 лет, она сейчас через 90 даже не заработает. А деньги с населения с нищего собирают. Бабушки последние деньги несут наши. Вот как раз к этой истории про капремонт. Такой интересный момент. Руководитель департамента городского хозяйства Сергей Леонтьев, про Киров говорил, сообщил, что несмотря на оперативную работу добросовестных управляющих компаний, на многих крышах налет образуется заново, буквально за сутки, из-за того, что на кровлях происходит утечка тепла, налет вновь образуется буквально за сутки. Всем управляющим компаниям при этом предписано по окончании отопительного сезона провести соответствующие ремонтные работы. Зачищут. У меня точно такая же ситуация. У нас дом был принят без нормальной крыши, и сколько бы я там лопатой не махала и не вызывала, чтобы убирали крышу, она уже вся протекла, и действительно утечки просто там гейзеры. 90% крыш в городе Кирове такие. 90%. При этом мы знаем, что вот наша крыша на 36-й год отремонтировалась. 36-й, вот при той катастрофической ситуации, которая сейчас есть. Это в лучшем случае 36-й. И таких домов масса. Почему он говорит, что управляющие компании должны ремонтировать? Ведь мы платим за капремонт. Почему бы не кинуть эти деньги сейчас, например, на ремонт крыш? Ну, смотри, там, во-первых, как бы есть ремонт крыш, там же 4 у нас параметра в капремонте. Увеличить список, сделать массовый ремонт. Ну, у нас проблема-то вся в другом. У нас сегодня они, может быть, и рады бы все это делать, но у нас... То есть мы еще управляшкам скинутся на крыши должны? А управляшки должны отремонтировать? А управляшки должны отремонтировать? А мы платим. А мы с нас снимут. Вот сегодня чиновник им говорит, почистить крыши, отремонтировать. Они говорят, хорошо. Вы за это платили? А они же не платят. Они нам почистят, хотя без решения собственников жилья они не могут это на самом деле. Не могут. Зачем мы платим за капремонт, если 90%, как ты говоришь, крыш дают утечку, из-за этого она образуется наледь, и еще мы снова должны скинуться, чтобы управляшки их ремонтировали? Это вопрос надо задать власти точно так же. Зачем мы платим за ТБО, если у нас сегодня переработки все равно нет? У нас нет в Кировской области переработки и в ближайшие 3-5 лет ее не будет. Кто должен принять решение? Вот сейчас говорит фонд капремонта. Денег это счета полно. Полно 2,2. С другой стороны, констатируем факт, что у нас катастрофическая ситуация с крышами, со снегом. Потому что сегодня никто на подряды на капремонт не выходит. Крупные компании строительные не хотят этим заниматься, потому что это сложная работа и неинтересная. Плюс там совершенно непонятная стоимость и тарифы заложены по ремонту. Мелкие, которые у нас ходят, шароможники, они не выполняют ее. Мы с такой ситуацией складывались лет 5-6 назад, когда через конкурсы начали заходить на ремонт школ и детских садов. Совершенно непонятная организация, которая непонятно вообще что делает. Да, и такая история случилась как раз в Богородском, когда там отремонтировали школу, а в итоге дети вложили 12 миллионов, в итоге дети в холодном спортивном зале. В Котельниче точно такая же больница была история. Они кругом и в городе... Скажи, что делать вот в этой ситуации? Вот ты бы какой рецепт написал? Так вот, как раз мы возвращаясь к первому вопросу. Вот сегодня, как нам говорят, что будет сегодня новое правительство, как председатель правительства, и у них будет новая структура. Вот они как раз этими всеми проблемами, заботами должны заниматься даже не вчера, а уже буквально сегодня. Потому что в данном случае, я говорю, что по всем направлениям у нас идет снежный ком. И все пытаются от него как бы отвернуться. Но снежный ком-то он идет. За чей счет нужно крышу ремонтировать? Простой вопрос. Ну, ты сама что сказала, у нас сегодня 2,2 миллиарда лежит на капремонте. Ну, сегодня зачем собирать с населения деньги последние, когда эти деньги лежат в банке? Я вообще-то не понимаю. Точно так же, как по ТБО. Сейчас население собирает громаднейшие деньги с квадратного метра, особенно бедные бабушки и одинокие, которые живут в этих квартирах, там, да, у них 60-70 метров, они платят безумные деньги за это все. Она же одна живет, не квадратные метры же муцари. И так во все. У меня логика только одна, Свет. Когда нефть становится дешевой, начинает качать деньги с населения. Это вот такая система. Ну, сейчас она не такая уж и дешевая. Ну, все равно было 120, сейчас 60. Да, но не 40. А все равно денег не хватает, потому что мы же еще, не забывайте, что мы же еще и военные действия ведем, у нас же гонка вооружения началась. И она очень много поглощает денег. Дмитрий Русских, его особое мнение мы слышали сегодня. Спасибо тебе, что пришел. И спасать экономику за счет населения, это самое неблагородное дело, которое можно придумать. Я считаю, что экономику нужно спасать не за счет населения, а за счет профессиональных, хороших руководителей, которые могут организовать процессы в богатой стране для того, чтобы, на самом деле, как сказал президент, население жило счастливо, долго и богато. Дмитрий Русских, его особое мнение. Спасибо. Спасибо.